Дома, которые упомянул федеральный чиновник на совещании, он посетил накануне во время объезда столицы республики. Андрея Чибиса интересовала исполнение программы по переселению граждан из домов в аварийном состоянии. Ветхим жилой помещением может быть признано только в том случае, если износ его конструкции превышает 70%. Такими по Чувашии признано 873 дома. Дом по улице Богдана Хмельницкого представляет собой жалкое зрелище. Фундамент ушел глубоко в землю, углы перекосило, крыша протекает, деревянная лестница гниет. Единственное, что может Ольга Всеволодовна, это поддерживать порядок в своей квартире. Но бороться с аварийной ситуацией сил уже нет. Вся ее семья ждет переезда в новый дом. Ждут, конечно. Говорят, 14-й год или 15-й год. По программе 14-го года. У нас перекресток, сейчас очень много машин ездит. И вибрации, вот даже на стенках посуды, вот прям трещит у нас. Скажите мне конкретный вопрос. Известно ли вам, в таком месяце какого года? Нет, ну я слышала, что 14-й год будет это переселение. Слышали, да? Да. Чтобы жители не успокаивали себя только слухами, к 1 октября на каждом аварийном доме появится табличка с указанием даты, а позже и место переселения. Ольга, например, переедет в микрорайон Садовый. На конец этого года площадь социального жилья здесь составит 400 тысяч квадратных метров. Ознакомившись с планом застройки, Андрей Чибис отметил, что важно отчитаться не столько о сданных в эксплуатацию площадях, сколько о количестве семей, которые переехали в эти квартиры. А людям, в свою очередь, нужны и доступные социальные объекты. Вопрос качества жизни, это не только что стены, но и вопрос, чтобы было, куда ребенка отвезти. В школу, куда ребенка отвезти в больницу. У меня есть просьба к городу. Понятно, что построить одновременно все невозможно. Ну, это очевидно, деньги. Но ведь можно найти, или нужно найти, такое изящное решение. Если будут соответствующие маршруты по тем школам и детским садам, куда люди вводят, ну, чтобы у всех есть свои машины. Пусть эти маршруты курсируют ко времени школы. Ну, как школьный автобус, конечно, и обратно. То же самое в детский сад. И качество жизни людей, которые мы сюда переселяем, в рамках аварийного жилья, в рамках выполнения указа президента, оно будет радикально от других. Проект всегда выглядит красивым и эффективным. Федеральный министр решил ознакомиться и с его воплощением. Можно, да? Да, да, да. Вы извините за беспокойство, за то, что вы вормались. Просто хочется узнать, довольны ли, добрый день, довольны ли качественные жилья? Все ли нормально? Претензии какие-то здесь? Ну, претензий-то есть и нету. Очень слышимость такая, громкая слышимость. Ну, слышно. Соседи слышно. Зато все вместе, знаете, другая. Вот. А так, ну, неполадки-то есть, доделывать будем. А в целом, то есть, удовлетворены, правда? Единственное, что балконом не устраивает. А что там за балконом? А когда дождь идет, водопад у нас. Балкон заливает. Заливает балкона? Да. А давно заселились? Месяц. Все неполадки застройщик пообещал устранить к вечеру. Андрей Чибис настоятельно попросил больше внимания уделять деталям. Иначе отношение к государству только испортится. Но микрорайон Садовый не единственный, в котором предоставляется социальное жилье. Дома в Радужном такого же назначения. Только цена за квадратный метр тысяч на десять дороже. Кто получит квартиры здесь, зависит от сроков признания ветхого дома аварийным. Если сроки одинаковые, переселенцев определят местные власти. Я не случайно попросил информацию о семьях, которые переехали в самое лучшее жилье этого города. Мне самому интересно посмотреть, что это за семья. Но в любом случае, если кто-то не согласен или есть нарушение прав, например, его соседа перевезли в более лучшее жилое помещение, а он, то эти вопросы все рассматриваются либо в органах власти, либо в судебном порядке. Исполнение программы жестко контролируется. За нарушение введена финансовая и персональная ответственность. Она будет способствовать выполнению задачи, поставленной президентом. Переселить из трущоб более 770 тысяч человек. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.